Братья и сестры, вы присаживайтесь, потому что я хочу прочитать послание Пергамской Церкви. Оно довольно большое, и прослужать вместе с вами о нем. Вторая глава Откровения, 12 стиха. «И ангелу Пергамской Церкви напиши, Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, И что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, Даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, Умершлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащие изучение Валаама, Который научил Валаков вести в соблазь свинов Израилевых, Чтоб они ели, и доложертвами любодействовали. Так у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе, и сражусь с ними мечом уст моих». Сегодня молитва о братстве. И вот послание Пергамской церкви, Оно напоминает нам то время, Когда церковь потеряла самая дорогое независимость от мира. Когда она слилась с миром. Вот вышла книга, Все, наверное, видели уже многие братья, Великое пробуждение XX века. А перед этим вышла потоньше книга для служителей. Церковь должна остаться церковью. И вот для нас очень важно, Когда церковь остается церковью, Ах да, она уже теряет свое название. Может только номинально называться церковью, Но она уже теряет это название. Ангел Пергамской церкви. Ну, когда-то мы с вами проходили по откровению, Что Пергам – это столица большого города. Там изготовлялся пергамент, Пергамент, очень дорогая кожа, В то время, на которой писались, И по ней название этого Пергама. И что самое главное, Здесь сказано, ты живешь там, Где находится престол сатаны. Сатана, дьявол, в Откровении, Изображен в XII веках дракон. И почему там престол сатаны, Мы тоже проходили, Потому что Пергам был столицей Идола, Греческого и римского бога Эскулапа. Эскулап был бог врачества медицины. И этот идол тоже изображался в виде змея. И там тоже был храм, Даже в честь этого идола Содержался огромный змей в этом храме И множество маленьких змеев. И если дьявол, дракон, То и этот идол имел вид тоже И сущность змея. И поэтому скажешь, Ты живешь там, Где находится престол сатаны. Ему поклонялись, Приходили за исцелением. И кто-то даже исцелялся, Потому что это была тоже сила большая. Но все исцеление тогда было связано С оккультизмом, С дьявольскими наговорами, С дьявольскими заговорами. Я даже читал вот один рецепт, Как исцелиться. Там такой совет. Отруби хвосту ящерицы, Высуши, Истолчи, Выпей. В такое-то время, Да, в такое-то положение звезд. Все это было с такими наговорами. Но вот Антипа, Это пресвитер церкви пергамской, Преданий говорит, Что он тоже стал исцелять народ. Ну как? Как вот написано у Якова в пятой главе, Больный, Кто пусть призовел пресвитеров в церкви, Не помолится над ним, Помоливший евреем, И молитва церкви исцелит валящегося. И был эффект гораздо больше, Чем у этих идольских жрецов. И они возревновали, И решили погубить его, Но истязание придумали страшное. Сделали железного быка, И в чрево этого быка Замуровали пресвитер Антипу, Развели костер под чревом, И он задыхался там в страшных муках. Вот такую пытку придумали ему. И тут вот именно сказано, Это как достоинство, Сохранил слово, Не отрехся от веры, Даже среди них, Да умершлен свидетель мой Антипа. Да, похвала хорошая, Но имею против тебя То, что ты, Что есть у тебя там держащие учения Валаама, Который научил Валаака, Есть и доложертие, Ввести в соблун сынов Израилевых. Ну, мы знаем, что Валаам Был пророк Востока, И с ним пребывал Дух Божий. Мы не можем сказать, Был он исполнен или нет, Но Дух Божий временами на нем пребывал. И Бог с ним говорил. И когда Валах Упросил его прийти, Чтобы проклясть Израиля, Он сначала так хорошо говорит, Так говорит муж, Отче которого открытый, Падает, но очень открытый. Такой вот вроде достоинство, Я провидец и все вижу. Но все-таки Валах Через послов сумел уговорить его. Мы знаем, что даже от ослица Там проговорила человеческим голосом. Да. Он пришел. Бог не позволил ему проклясть Израиля. Хотя Валах Несколько жертвенников делал, Хотя бы часть Израиля проклясть. Но мы знаем, что 23-24 главы Мы видим там, Что он не проклял Израиля, А наоборот даже благословил. Валах даже руками всплеснул. Я тебя призвал проклясть, А ты благословляешь? Уж если не пригнаешь, Хоть не благословляй. И он даже предсказал Об Иисусе Христе. Вижу его. Да. Восходит звезда от Иакова И разит князей Муава. Да. Об Иисусе предсказал. Вроде все неплохо. Но вот мы видим здесь, Который что? Нучил Валаха Вести в соду он сынов Израилевых И есть идолы жертвенные. Послание их тоже нам раскрывается. В послании Петра тоже это. Раскрывается. И в чем, Ну, чему научил Валах? Вроде и не проклял. А вот такой дал совет. Ты не победишь Израиля. Вы лучше войсу сделаете. Пусть ваши дочери, Мавитянки, Красиво наряжаются. Красивые одежды, Золотые уборы. И пусть они прохаживаются Перед израильским станом. И некоторые из иудейских Молодых людей Привестились этим. Стали нравиться эти Мавитянки. И даже Входили с ним В тесный контакт. И мы знаем, что были поражены 23 тысячи из израильтян. И потом эти Мавитянки уже приглашали к идоложертвам, явствам. И израильтяне тоже участвовали в этих явствах. Но самое главное, это было духовное прелюбодейство. Это уклонение выдало поклонство. И вот это в уклонение выдало поклонство. Это самый страшный грех, который был в Израиле, за который Господь жестоко карал. Мы знаем, что даже Соломон, когда уклонился, то он потерял благословение. Ну, правда, некоторые считают, что покаянием Соломона является книга Екклесиаста. Именно в этой книге он высказывает свое, даже сомнение свое, дух человека пойдет ли вверх, а дух животом вниз. Но в конце он пишет, выслужишь сущность всего, бойся Бога и заповеди воссубляя, потому что в этом все для человека. Да. Вот в этом Валак провинился перед Богом. И что трудно здесь отмечает Господь, что есть у Тебя держащие учения Николаитов, которые я ненавижу. Вот вроде для Иисуса Христа неприемлемо такое слово ненавижу. И вроде верующим тоже это слово не предписано. но все-таки братья и сестры есть то, что мы должны ненавидеть. Есть слово такое в псалме любящие Господа ненавидьте зло. И ненавидеть грех мы должны. Не грешника, но грех. Вот есть учение у Льва Толстого и у Кальвина непротивление злу. Но такого учения в Евангелии нет. В Евангелии есть учение Христос говорит не протився злому, то есть человеку конкретно. А злу мы должны противиться во всех его проявлениях и виде греха, и виде насилия. Мы должны противиться, но ни один человек не является олицетворением зла. Человек может быть уловлен злом. Подкав 2 глава к Ефесянам, что вы некогда жили по воле князя, духа, живущего в воздухе и действующего ныне в сынах противления. Да. И вот сыны противления это уловленные злом. Есть три воли. Воля Бога, воля человека, воля дьявола. Бог нас создал со свободной волей, подарил право выбора. 6 глава Крыма последний 20-30 гласит, ибо возьмите за грех смерть, а дар Божий жизнь вечна в Иисусе Христе Господе нашим. Мы имеем право выбора. Во Второзаконии 30-й глава мы тоже читаем, жизнь и смерть предложили я тебе благословение или проклятие, избери жизнь. Человек создан со свободной волей. Кальвинизм учит, что у человека потеряно свободной воле, многое потеряно, но право выбора у человека все равно осталось, и поэтому человек ответственен за свою душу. Никто не скажет перед престолом Божьим, что Господи, я ничего не знаю, я не слышал ничего. Нет, человек услышит, и каждый ответственен, потому что не принял благою весть, потому что Христос за всех умер, и говорит, придите ко мне все, и говорит, приходящих в умение изгоню вон, значит, каждого Христос хочет спасти, и Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, да, поэтому каждый человек ответствен за свою душу, но вот это учение Николаитов, оно и было опасно тем, что это уже была связь с миром. Толкователь Откровения не имеет общего, кто такой Николай. Вот Ньютон толкует, что это один из деканов в церкви. Мы знаем в 6 главе Деяния избраны 7 деканов Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай Антиохиец, обращенный из язычников. Вот толкуешь это тот Николай Антиохиец, он внес еретическое учение, какое? Иисус умер за все грехи, за прошлое, за настоящее и за будущее. Между прочим, кальвинизм то же самое толкует. Иисус умер за все грехи, за прошлое, за настоящее и за будущее. И причем, вроде тонко, места подобраны, он единократным приношением себя самого сделал раз и навсегда освещенными приходящим к Нему. Поэтому ты особо не заботься, Христос уже умер за все твои грехи. И ты спасен, если спасен раз, спасен навсегда. Но мы знаем, братья и сестры, что неисповеданный грех, он не прощается. И в этом первом послании Иоанна, 7-9 стихи написано, «Если исповедуем грехи наши, то Он, Иисус, будучи верен и правильным, простит нам грехи наши. Кровь Иисуса Христа Своя Божия очищает от всякого греха». Значит, исповеданный грех прощается. И такого права жить во грехе Священное Писание не дает. Христос, когда прощал, Он говорил, «Иди и впредь не греши». Правда, мы знаем, что мы находимся в Адамовской плоти, и в этой плоти ничего доброго не живет, и плоть всегда желает противного духу. Вот один индеец обратился в христианство, а потом пришел на исповедь и говорит, «У меня две собаки там, одна черная, другая беблая, и они так страшно дерутся, а проповедник спрашивает, а какая побеждает собак, белая или черная? А ту, которую я подкормлю, та и побеждает». Белая собака – это то, что мы доброго желаем, а черная – вот, что плохого. И вот, оказывается, мы можем подкармливать какую-то из этих собачек. поэтому мы вода москай плоти, но жить во грехе – это не стимул христианской жизни. В первом послании Иоанна мы читаем, «И сия победа, победивший мир, есть вера ваша». Мы должны стремиться к победной жизни. Мы должны победить грех. Правда, может быть, у нас не удастся, но вот это само стремление и есть путь к святости, братья и сестры. И вот, посмотрите, когда на горную проповедь Христос произносил, то последний стих пятой главы, «И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный». Посмотрите, куда нас направляет Иисус, до какой высоты достигать, как совершен Отец небесный. Правда, в одном месте апостол Павел сказал, «Подражайте мне», но сразу добавляет, «Как я Христу». То есть, подражайте моему подражанию Христу. Как я подражаю, так и вы подражаете. И в этом плане, конечно, святая жизнь влечет нас к тому, чтобы отделиться от греха. И само слово «освящать» в оригинале греческого обозначает «отделять». Что? Отделять чисто от нечистого, от мира. И он пишет в этом же первом послании «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей, и гордость житейская не есть от Отца». И он как бы говорит, что мы можем согрешать, но это не право допущения и как бы оправданный грех, и он уже прощенный. Нет. Он говорит так, это первое послание, вторая глава, первый стих, вторая глава, первый стих. «Дети мои, сие пишу я вам, чтобы вы не согрешали, а если кто согрешит, мы имеем ходатай». Вот это «если», оно не дает нам право грешить и оправдывать грех, а дает право иметь ходатай. Даже если мы согрешим, то мы остаемся с Господом. Если просим прощения, он наш ходатай. И вот здесь грех Валаама, это связь с миром, греховная связь с миром. И вот эти Николаиды, они тоже говорили, что ничего, чем больше греха, тем изобилует благодать. Апостол Павел даже в одном месте указывает это. И некоторые говорят, что мы так учим, да, пусть суд Божий будет на таких. А второе, толкование такой Николаиды, переводится к саму слово «Николай». «Ника» это победа, «Лаос» народ по-гречески, то есть победитель народа, то есть Диатриев, тот самый, который мы встречаем в послании Анна, то есть который всю инициативу подавил церкви и сам греховное учение преподает. Но по сути дела это то же самое. Все, что здесь сказано нам, это связь с миром. и церковь, если она связана с миром, она перестает быть церковью, братья и сестры. Мы с вами, когда изучали вот это послание пергамской церкви, говорили, что вот Николай, Иван Вениаминович Каргель, ему подарено откровение, что каждое послание, он сравнивает с одной из притч 13 главы Матфея. И вот третья притча, 13 главы Матфея, кто помнит, это притча о горчичном зерне, что оно самое маленькое, но когда в Ростове становится больше злаком и даже большим деревом, в ветвях которого укрываются птицы. Православные толкуют, что разросшееся горчичное зернышко это рост христианства. И у нас даже некоторые так толкуют, что вот разрослось христианство, захватило весь мир, но Иван Вениаминович Каргель обратил внимание на то, что птицы укрылись в ветвях дерева. Птицы, в общем-то для нас что-то хорошее, но если мы вспомним первую притчу с 13 главы «Сеетель сеет, иное упало при дороге, было потоплено, потоптано, и птицы что? поклевали его». И когда попросили Иисуса растолковать эту притчу, Он сказал «Птицы кто? Лукавый приходит и похищает посеянное». И вот теперь лукавый укрылся в ветвях дерева. Да, оно разрослось, и это послание к пергамской церкви, период его, это эпоха Константина Великого. Константин пришел к власти в 1936 году. Сначала он прекратил гонение на христиан, потом он уравнял язычество с христианством, а потом сделал христианство, дал ему приоритет над язычеством. Но в чем тут была трудность, где дьявол укрылся? А вот где укрылся, когда был первый Вселенский Собор 325 год в Никее. Константин был председателем этого Собора. А кем был Константин? Он еще был верховным жрецом египетского божества Сираписа. И вот этот языческий жрец председательствовал на христианском соборе. Когда я читал описание этого собора, то священнослужители расположились подковой и в центре кресла императора. И когда он вошел, все встали и заплодировали. Толкователь уже истории христианства пишет, наверное, сам Сатана заплодировал, что среди служителей Божьих пришел Константин. Ну, а другие говорят, ну, а почему бы не пригласить императора на собор? А это же историк отвечает. А почему бы тогда на первоапостольский собор, который был собран 15-й глава Деяния, почему бы апостол Нерона не пригласить тогда? Почему его не пригласили? Да что общего храма Божия с идолами, с этими мирскими людьми? Птицы укрылись в разросшемся дереве. И что церковь потеряла самое главное, потеряла святость, потеряла независимость от мира, потеряла отделенность от мира, и постепенно государство так подчинило церковь, что она стала государственной опорой. И та святая заповедь не убей была нарушена, и священнослужители благословляли христиан на войны. между прочим, братья и сестры, чем опасен кальвинизм? Он весь за то, что заповедь не убей, относится только к мирному времени, а военное время христиан не должен брать оружие защищать. Я помню, когда Георгий Петрович приезжал к нам, с ним до десяти профессоров, один из них был Нельсон, руководитель Баптистского Союза Америки, он сейчас уже покойный, и он говорит, да, надо защищать, Америка святая страна, но ее надо защищать. Но я попросил так через переводчика, у вас святая Америка, а у нас Россия святая, но тогда еще был общий Советский Союз, и вы представьте себе, вы христианин, я христианин, и мы из винтовки друг к другу в глаз метимся, он не понял сначала, переводчик еще раз, он засмеялся, говорит, окей, если ты меня первым отправишь туда, то я там тебе спасибо скажу, что ты меня первый отправил в Царствие Божие. Я говорю, нет, миленький, я себя отправлю в Царствие Божие, я уже туда пойду, ты мне не скажешь спасибо. Поэтому до такого абсурда доходит вот эта связь с миром. И поэтому мирской, связанной с миром, может быть любая деноминация, братья и сестры. Это не только католицизм, это не только православие, это может и протестантизм, и вы знаете, вроде как хорошо протестантство, лютеранство, кальвинизм, но ведь это были государственные церкви, они так и остались. И лютер только стоял за то, чтобы отделиться от Рима, а ее так государственная церковь, и кальвин за это же стоял. А вот анабаптисты, это настоящие наши братья, которые знали, что церковь это особое создание, и в церковь надо уходить по желанию, по крещению, по вере, не по детскому крещению, потому что и лютер, и кальвин, и цвингли, и меланхтон, все они остались надеты крещенских позиций. И когда вот эти братья Блауру, Гребель, Балдазар Гутмейер, потом Менна Симонс провозгласили это крещение по вере, потом перекрещенцы, так на них страшные гонения обрушились. Я читал историю Хуста Гонсалеса, он говорит, что за сто лет после реформации, то есть с 1520 по 1620 годы столько было уничтожено анабаптистов, гораздо больше за сто лет, чем за 300 лет римских гонений. Вот кто были настоящие братья, все они пострадали, и католики их жгли, казнили, и лютеране, и кривисты. Поэтому в этом плане эти церкви тоже были связаны с миром. Мы с вами когда-то проходили, что вот ангелу сардийской церкви напиши, ты носишь имя будто жив, но ты мертв, это как раз реформация. Вроде такой подъем, все и Библия приведет, но ты мертв, потому что основа христианского учения не была сохранена, а основа была полная отделенность от мира. Христос очень точно сказал, когда ему поднесли динарии, говорит, позволительно давать плод кесарю, чье изображение, кесаря, да, так вот кесаря кесарю, а Божью Богу. И хоть написано Римм и тринадцать слова, всякую душа да будет покорным большим властям, это душа, то есть как индивид, член государства, я должен покорным быть, я должен подать, платить, я должен исполнять все правила, но как член церкви, я повинуюсь только Иисусу Христу. И апостолы очень точно сформировали Деяние 5.29, когда Петру и Иоанну сказали, не запретили вам крепко нахлоко говорить об имени семь, то был ответ, посудите сами, справедливо ли пред Богом слушать вас больше, нежели Бога. И вот это была нарушена святость, отделенность от мира. Церковь стала служанкой мира и стала благословлять на все войны. Поэтому мы, братья, сегодня молимся, заслужителей братства. И вот в этой книге церковь должна остаться церковью. Было самое главное, что церковь это общество отделенное от мира. Потому что Лукавый всегда хочет поставить лжецерковь. И лжецерковь мы будем скоро рассуждать 17 глава Откровения. «Увидел я жену, сидящую на звере багряном, прислонными нами богохульными, и жена была что, разодета? На ней жемчуг, золото, порфира и чаша золотая в руке. И имя ее тайна. А тайна какая? Вавилон». Вавилон переводит на русский это смешение. Поэтому любое брас, любая деноминация, смешавшаяся с миром, она же перестает быть церковью. Это смешение может быть в любодеянии, то есть восповедании какого-то иного учения небиблейского, в подражании миру. И он пишет, что в мире, все, что в мире похоть отчей, похоть отчей, похоть плоти, похоть отчей и гордость жительская, все это подражание миру, это тоже будет церковь. И тем более, когда мир вторгается в церковь и начинает властвовать, командовать церковью, во-глах Геннадий Заким был жив, он так говорил, братья мои, я сам боюсь совета церквей, но, братья, я не вникаю в хоровой отдел, я даже не вникаю, вот когда наш сборник песнь возрождения стали редактировать, я не вникаю, есть кто может, пусть делают, я не вникаю даже в отдел благовестия, идет благовестие, слава Богу, крестите, слава Богу, я не вникаю, я даже не вникаю в отдел домостроительства, рукополагайте сами, кого знаете на служении, я не вникаю, но вот тут меня Бог поставил стражем, и вы знаете, если я даже совсем больной буду, без меня никого не принимайте в члены Совета Церквей, я боюсь, когда что-то проникнет такое, ведь в Евангельский Союз 28-29 года проникли те, которые склонились, чтобы оружие брать, Бабский Союз держался, но у нас сейчас есть доступ к совершенно секретным, и вот там Тучков, представитель ОГПУ, дают отчет, евангельские приняли, Бабчицы не хотят принимать, чтобы брать оружие и воевать, но мы заставили созвать съезд, и съезд пройдет благополучно, они примут, почему? Потому что половина делегатов съезда была наша осветдома. Вы понимаете, как поработали? Как лукавый укрылся в этом дереве, половина съезда, это были обработанные люди. Поэтому, братья и сестры, церковь должна остаться церковью, и вот когда-то, я помню, мы имели общение, и Веня Хорев был, и я произнес такую фразу, у нас на Украине такая свобода сейчас, я говорю, братья мои, это не свобода, это время обольщения, действительно обольщения. И как лукавый больстил, что занял умы братьев, сестер земным, а ведь Ефесиан 5.5 написано «Любостержатель, который есть идолопоклонник». Если мы тоже этим уличемся, то мы тоже будем держаться ученив Лама и Николаитов. Поэтому, мы сегодня давайте еще помолимся, чтобы Господь сохранил братство. Мне вот вчера пришел журнал, его издает Нагерняк, очень такой эрудированный человек, но зарегистрирован на общине, но очень много помещает там исторический материал и что-то правильно пишет, и он дает отчет о нашем съезде, и такой заголовок придумал «Курс остается прежним». Это так прошел наш съезд, оно так и есть, курс остается прежним, и он будучи в том плане, чтобы все правильно изображать, он так это изобразил, и нам это очень приятно, курс остается прежним, и наше упование прежним, и пусть Господь благословит нас, и да будет ему за все славу, мы еще помолимся, обрать их, старцы уходят, мало осталось старцев, там двое, трое, все молодые, средних лет, но дал Бога Господь, чтобы курс был сохранен, чтобы церковь осталась церковью, и она независима от мира, какой бы он ни был, нам не нужно быть в парламентах, в думах, там нам Бог и на стопу ноги не дал, а вот чтобы мирское или мирские правители заседали в церкви, это тоже не данным. Когда Геннадий Сталин вызвал генерал, как бы он немного так лестно говорил, потом грубо стал, а потом говорит, что вы наступаете на наши мозоли, вы мешаете нам строить общество безрелигиозное, а что это ваши мозоли оказались у наших халтарей, убирайте их, свои мозоли, свои ноги от наших халтарей, тогда мы не будем наступать, а пока они у наших халтарей, мы будем наступать, что бы это нам не стоило, да восставит Господь нам помолиться за наше братство, за все слава ему, аминь.